я приветствую вас дорогие друзья вы на канале таро angel planet и у нас обучение традиционным значением карт таро немножечко поговорим о картах таро да о каких-то общих началах о подготовке колоды и вообще что но все означает на у нас есть старший аркан это у нас такая психофизическая метафорическое значение по кругу когда идет на жизненный цикл будем об этом говорить рассказывать там поподробнее каждый момент из цикла да в каком моменте в цикле жизни вы находитесь это коллективное бессознательное что у нас по общим значениям что где какие масти что значит что у нас по поводу жезлов жезлы да например жезлы это огонь это интеллектуальная физическая деятельность масти общественной работы говорят о тех людях кто работает руками животными и строители те предприниматели которые выбрали своей деятельностью работу руками ремесленники это могут быть какие-то такие люди ну профессиональных качеств профессионалы каком-то своем деле тут даже вот ручку видно делают действует руками в этом плане держит крепко что у нас означают кубки до кубки кубки связаны с водой если у нас жезлы связаны с огнем то кубки это вода тут вот видно водичку вода в принципе это тех людях кто так эмоционально подвержен до каким-то моментом своей жизни эмоционирует это конечно же об изобилии радости о богатстве вот тут полная чаша это конечно же приумножение средств и это чаша такая да ну вот прям полная чаша и говорится о тех людях которые ну так скажем творческая элита журналистика живопись графика фотография все что связано с архитектурой ну такие знаете текущие люди да такие авангардисты философы что у нас значит пентакли конечно же это непосредственно земля непосредственно деньги приумножение напрямую богатство если здесь через какое-то творческое начало то пентакли это через непосредственно землю это торговля это сделки это люди такой жилки до финансовой фондовые бирже это экономисты финансисты администраторы продавцы ну и покупатель потому что это напрямую связано с обменом энергии с обменом денег до возврат энергии возврат денег тоже поговорим об этом о том что мы даем деньги мы даем энергию и нам возвращают или энергию или деньги да вот все это взаимосвязано и мечи что означает у нас мечи мечи у нас это конечно же амбиции это воздух это сила намерение устремление пока гром не грянет мужик не перекрестится да есть от силы намерения нету вот конкретно меч если вы в руках будете силу намерения держать опять же руки у нас тут то и все остальное в жизни будет приходить это масть символизирует дипломатов тех людей кто в ораторском и искусстве силен адвокаты судьи профессора и так как это мечи это военная какая-то может быть политика люди связаны непосредственно с отстаиванием точки зрения и они такие ну скажем так в начальственном положении находятся такие начальники назовем их начальниками и будем говорить о том что каждая колода так не колода каждая масти вот такой мини колоде она имеет свое начало свой конец и начало означает естественно начало до двойки объединение или разделение три тройки уже обозначают какие-то другие благоприятные моменты что касается четверок это какая-то стабильность иногда застой пятерки иногда перспектива иногда и просадок например финансах может быть шестерки могут быть балансом могут быть свободой и так далее и до десяток да потому что десятка это наивысшая вершина благополучия и естественно доходим там дом пожей до рыцарей пожи и рыцари у нас означают непосредственно персоны и старшие арканы могут обозначать скажем так персон потому что они персонифицированные старшие арканы они персонифицированы но и могут говорить о каких-то положениях дел обо всем подробно посмотрим и расскажу вам по поводу колоды да как готовится к гаданию как хранить несколько слов буквально есть мешочки определенные можно не выбрасывать коробочку в которой к вам колода пришла хранить можно чистить непосредственно да особенно когда тяжелые какие-то клиенты к вам пришли это вопрошающий человек можно в соль положить специально заведите какую-то или баночку или контейнер такой специальный для соли и там можно чистить колоду естественно настраиваться свечи жечь во время расклада потому что может быть к вам коверент придет с какими-то магическими воздействиями колоду чистите над свечами можно зажигать скрутки с травами подробнее очистка колоды тоже есть отдельное видео как чистить и как скрутки делать и как с травами это все делать это поподробнее можно посмотреть отдельно прям кто хочет погрузиться в это глубина и конечно же настраиваемся на колоду медитируем спрашиваем что хотим и начинаем расклады прежде чем конечно же начать расклады давайте все изучим и начнем мы конечно же сам со старших арканов итак старшие арканы у нас начнем с мага почему не с дурака потому что иногда дурак это обнуление или это 22 аркан его еще называет или нулевой пока отложим его в сторону пока этот аркан отложим в сторону расскажу о нем попозже начнем с мага что же обозначает эта карта это конечно же о знаниях здесь маг держит все необходимые атрибуты все символы своих руках это и пентакли и деньги и заземление и амбиции и силу намерения и огонь и знания и все у него в руках есть на вопрос если есть магическое воздействие карта мага скажет да если выпал маг но вот в чем надо смотреть отдельно если говорить о персоне то это человек знающий это говорится о знаниях о коммуникабельности человек довольно сильный ну в общественных нагрузках стара скажем так со всеми общается в принципе это об успехе в новых начинаниях если об отношениях говорить это важное взаимодействие да такое общественное взаимодействие ну естественно в общении в коммуникации имеет хорошую роль так хорошее влияние про любовь если говорить о любви тут идет благоприятное да какие-то благоприятные моменты смотря что конечно в раскладе задавать на любовь если вы задаете вопрос если влияние какое-то магическое то да то тут говорится о магия о влиянии есть что кто-то мешает а вот кто уже на тоже смотреть отдельно карты на самом деле отдельно сами по себе не рассматриваются они рассматриваются в раскладе надо смотреть какие карты рядом это уже конкретно о каких-то вопросах и каких-то раскладах об этом тоже будем говорить попозже да как трактуются расклады сейчас вы смотрите записываете понимаете воспринимаете все эти значения и потом уже будете чувствовать да что происходит какое идет или воздействие или благоприятное это для любви или нет будете понимать совокупности на одну карту одной карте не смотрит нужен расклад также маг может говорить о о том что это человек каких-то профессиональных деятельностей да это человек с вмешательством это человек которому не все равно у нас кто вмешивается да может напрямую вмешиваться в организм это может быть хирург да или какие-то хирургические вмешательства или может быть человек эзотерических способностей если говорить о профессии да и о каком-то выборе в профессии и вопрошающий спрашивает куда идти вот в принципе эзотерические знания или такие скажем так знания которые людям будут помогать если это в прямом виде мы сейчас рассматриваем прямое значение это может быть биоэнергетика это человек но если хотите достать ста рогом что называется на вопрос получится ли у меня то макс скажет да хотите людям помогать в той или иной степени и сфере какие-то социально общественные работы нагрузки также хирургия тоже людям помогает врачевание лечения скажут да потому что здесь тоже определенный вид шаманство травами там таблетками чем угодно и естественно вмешательством и это какие-то авангардистские направления в профессиональной деятельности что по поводу перевернутой карты давайте посмотрим ясно смотреть прям полное значение тут уже могут быть противоположные значения или усугубление негативных качеств это касается всех перевернутых значений поэтому тут запоминайте что на любое перевернутое значение это противоположность тому что вы запомнили в прямом положении или усугубление негативных качеств если они есть прямом положении здесь в принципе если говорить о противоположности если в прямом положении это какая-то хорошая деятельность то в перевернутом это бездеятельность в прямом положении это человек активный в перевернутом пассивный для чего я вам это говорю чтобы вы проводили аналогию и легче запоминали перевернутое значение мало кто смотрит с перевернутыми значениями колоду потому что ее там кому-то трудно тасовать а кто-то не запоминает перевернутое значение просто сами смотрите усугубляет ли это значение какое-то или дает пассивность иногда перевернутое значение но не дает каких-то негативных качеств наоборот да может как-то сглазить сгладить а позитивные но надо смотреть уже непосредственно на личном раскладе какие могут быть до места пространства да вот по поводу мага ввиду того что это какая-то площадь общественное место это естественно открытое пространство и какие-то места да если вопрос где это находится в принципе вот маг это говорит о месте о площади о том месте где люди собираются это могут быть казенные дома что называется это могут быть институты могут быть торговые площадки торговые центры то есть на вопрос где то вот вот здесь вот где рядом много народу если спрашивают в раскладе совет для карт совет от карт для кверента совет тут такой действуйте используйте все свои возможности не мешкайте безотлагательно стремительно не рассусоливая не наматывая сопли на кулак ну надо да вот сами собой договаривайтесь и действуйте ничего не бойтесь все ваших руках у вас все есть бог вам все дал вы родились с ручками с ножками и все можно сделать у вас есть свобода воли и свобода выбора в принципе вот это о маге у нас верховная жрица следующая карта у нас верховная жрица может говорить о женщине сейчас смотрим прямое значение говорить о мудрости вопросах любви говорить может о том что еще не все скажем так раскрыто она хранит тайны свои секреты вот тут у нее глазки закрыты женщина которая такая благородная да ей посвящают гимны почитают это почитание естественно о чем говорит это женщина эта карта если запрос на любовь то это зрелость и равномерное отношение может говорить о защите о том что все в порядке у вас и вас защитят и высшие силы и скажем так религиозные аспекты потому что здесь конечно же почитание поклонения и хранение вот свитков с тайными знаниями если карта выпала для квирента то значит тут все хорошо вы стремитесь к тайным знаниям и конечно же молитесь просить у высших сил и вас слышат возможно вы не все видите потому что опять же тут глаза закрыты но вас ведут направляют потому что эти знания есть в плане работы это хорошее отношение в коллективе опять же через изучение да она туда держит свиток дает свиток через изучение всех рабочих моментов и процессов это о компаньонах карта карта о матери о сестре о тех родственниках которые могут чему-то научить старшие родственники на такие мать старшая сестра там какая-нибудь тетка бабушки прабабушки это могут быть даже какие-то но такие взрослые умудренные опытом люди которые просто вам на пути встретиться они не будут грубыми они с вами себя ведут мудрые и вы какую-то мудрость сами постигаете о профессии если говорить в какую сторону двигаться да это о психологии это очень много знаний человек такой скажем так профессор да тоже как и маг но такие профессорские какие-то легкие качества могут быть человек с харизмой с авторитетом и с ответственностью естественно бог даст бог позволит пойдете в это знание если говорить перевернутом значение бог не позволяет значит идти в какие-то моменты да там через ритуалы через запросы говорит вам пока не надо пока рано если говорить о перевернутом значения идти ли там магию до идите ли что-то изучать говорит не надо и если говорить о перевернутом значении то это поверхностные взгляды можно говорить о тщеславии о гордыне если запрос об отношениях о любви то естественно это поверхностное отношение к любви это может быть невежество это недоверие это суждение которые влияют на ваше отношение на пару это предательство предательство вокруг предательство друзей предательство в коллективе общем-то да в работе это незнание невежество из-за незнания невежеством происходят ошибки факапы как сейчас говорят и из-за этих ошибок все рушится по незнание просто незнание невежество и естественно предательство потому что тот кто знает и ему выгодно чтобы он знал а клиент не знал то естественно это у предательства друзей если идет запрос на места да где какое место где может происходить какой-то момент где находится человек где он там где сейчас места это что-то уютное это может быть дом это может быть отель это может быть какой-то какое-то учреждение в котором человеку уютно может быть кафе иногда бывает что человеку уютно там рядом с деньгами если рядом он пентакли вышли это может быть банк потому что это помещение какое-то конкретное может говорить об этих местах ну или о местах изучения смотря что рядом выпало может быть и не института или университет но там где человек чувствует себя комфортно школа да там где второй дом скажем так где тоже много человек проводит времени смотря что рядом выпало когда спрашивают совет совет по поводу что делать да совет от карт мудро отнеситесь к ситуации это же о мудрости у нас карта что у вас сейчас идет в мудрости что идет в мудром принятии решений может тут не торопиться она такая степенная барышня не торопливая она говорит о том что надо помолиться подождать надо изучить и будет тебе счастье это вот об этом в этой мудрости о том что кое-что еще надо узнать потому что возможно в отношениях какие-то могут быть не договорки и что-то человек скрывает что-то еще узнаете тайное становится явным в принципе это у нас верховная жреца она говорит об этом третий высший аркан это у нас императрица давайте рассмотрим ее императрица держит щиты жезу это конечно же об изобилии о плодородии о процветании карта благоприятна для женщины если женщина спрашивает будет ли ребенок о беременности о зачатии то эта карта в прямом положении скажет да скажем так сказать старая школа называет ее святой богородицей потому что это женщина которая защищает женщин для защиты женщин да и чтобы никто не обижал никто не вторгался в зону приватности и запросу например негативных каких-то значений то но если влияние то тут скажет нет выпад защиты защита есть защита от высших сил есть что же она в целом и в общем означает для акверента это о процветающем бизнесе а поощрении встречах то есть конечно же карты это благоприятны для отношений это очарование это счастливая встреча если есть семья это хороших семейных отношениях если с кем-то к верент или к верентка встречается это о благоприятном развитии отношений если это о том что что в отношениях в коллективе в работе то это хорошее но опять же поощрение да это хорошие моменты в том что вас видят слышат и начальники благоприятно относятся к вам вас даже защищают если говорить о том кто рядом или какое-то влияние да от кого идет это конечно же от друзей от подруг может быть семья если запрос до что что там кто влияет это естественно императрица на семейная барышня то влияние жены и сестры ну и даже дочери да кто из семьи об успешном браке говорит карта о такой доброжелательности о воспитанности о добропорядочности поэтому на вопрос какой человек то скажут хороший добропорядочный интеллигентный воспитанный правильный да в плане семейных каких-то традиций если говорить о перевернутой карте не забываем о том что это у нас усугубление негативных качеств но так как их тут нету то скажем так это противоположные моменты это может быть карта о самодовольствии в перевернутом положении естественно если в прямом это беременность это в перевернутом о бесплодии о недоверии на запрос исполнится ли желание перевернутой карта скажет нет и а если в прямом положении это хорошее отношение с начальником и в коллективе то в перевернутом в социуме идут проблемы защита падает нет защиты в прямом положении защиты есть перевернутом нет какие это могут быть места да на вопрос где где какое место но это может быть какие-то библиотеки какие-то институты опять же роддома до благоприятные где рождение новой жизни происходит это могут быть какие-то агентства любые агентства по консалтингу потому что это все равно женская женский момент разговоры консультирования консалтинговые агентства на вопрос что у нас где происходит по местам и перейдем нас к следующему аркану к императору и так император император у нас мужчина если императорица женщина и говорит о персоне как о женщине то император это мужчина это мужчина с хорошей силой воли и вообще о том что есть сила воли что весь мир у ваших ног и все перед вами открыто особенно если клиент мужчина если клиент женщина то тут надо уже смотреть на свои нюансы или это женщина которая имеет такую силу как мужчина или же смотреть на запрос кто препятствует и как то ли мужчина да может препятствовать какой-то то ли такие амбиции у женщины что она не так ведет себя и мужчина ей может дать больше а получается что он ей препятствует и конечно же эта карта говорит об упорстве о твердости о мужественности чтобы добиться чего-то надо иметь достаточно терпением и достаточно много квалифицированного вот этого мужского занудства когда надо четко жестко правильно это если о том как эти к своим цельм или как идет клиент смотря какой запрос естественно это у притягательности и тут притягательность может быть что в отношениях что в знаниях что в развитии да смотря что притягивается притяжение притягательность в отношениях и притяжение всех благ если говорить о каком-то таком притяжении это хорошая интуиция это хорошее предвидение для женщины это больше интуиция для мужчины это логическое выстраивание этого предвидения своих целях карта больше о целях нежели об отношениях если цель в отношениях то она вам скажет до цели в отношениях хорошие да делайте ну и тоже не сидите на месте доделайте делать это же правильно мудро чтобы ничего вам не препятствовало тоже надо смотреть какие рядом карты в раскладе может означать и это если говорить о том какой человек то это в принципе об авторитарности человек может быть начальником человек может быть или таким авторитарным или это просто об авторитете это человек уверенный в себе несомненно средний возраст или выше среднего да это около 40 40 плюс отец брат брат старший отец дед и опять же да если женщина то сильным характером смотря что на женщину ложится смотря какой вопрос смотря какой запрос и смотря что в раскладе выпало рядом если говорить о перевернутом значение незабываемо что перевернутое значение это у нас или противоположность или усугубление негативных качеств поэтому если стабильно в прямом положении то нестабильно перевернутом что значит нестабильно в перевернутом значении но это может быть какая-то агрессия да если здесь стабильно уверенно то в перевернутом значении могут быть психи человек может психовать не повиноваться если здесь авторитарное какое-то влияние и надо повиноваться в прямом положении в перевернутом это не повиновение это медлительность до сопротивление идет не хочется исполнять что говорят поэтому тут планы какие-то не невыполнимые могут быть изоления могут быть слишком завышенные планки какие-то наклонности такие которые могут говорить о том что неправильно вы себя ведете в социуме да в коллективе и в любви тоже неправильное поведение асоциальное скажем так сами себя на уме и неправильно да не негативная энергия для женщины естественно это связано с агрессией да с какими-то психами с истериками какие-то могут быть места на вопрос где что находится это может быть какой-то город какой-нибудь управление какой-то центр ну такие управляющие менеджерские места могут быть казенные дома ну конкретное управление да это что судьба человека может управлять какие-то соцслужбы могут быть куда человек обращается он выполняет свои обязательства приносит все справки и документы и ему государство 2 дает свои обязательства свои гарантии такие гарантерские моменты где будут какие-то гарантии до сети город это тоже у нас такие менеджерские управленческие моменты и на вопрос где то может говорить о том где человеком управляют или где человек сам управляет смотря кто человек да смотря кто по запросу человек совет по поводу совета возможно кое-где надо приостановиться и искать лучшее решение но если вы в себе уверены видите цели не видите помех то говорится о том что вам надо действовать в плане отношений что императрица что император они говорят о том что надо действовать надо действовать в отношениях вы хотите быть счастливыми или уперт правыми если хотите быть счастливыми то действуйте идите на примирение просить прощения это что женской что мужской стороны Но если уверенности нету конкретно в императоре, то подумайте, если уверенности нету, то может и не надо мучить друг друга. Совет, конечно же, неоднозначный, надо смотреть опять по тем картам, что рядом у нас выходит. Следующая карта у нас пятый аркан, иерофант. Она, конечно же, тоже о мудрости, о преклонении, о религии может говорить, потому что тут вот пришли и поклоняются, иерофанту спрашивают совет, спрашивают защиту, и это о разумности. О чем может говорить эта карта? О покровительстве, о дипломатических переговорах, о положительных дипломатических переговорах, о том, что надо прилежно себя вести и слушаться, о послушании. Чтобы куда-то дойти, вот человек этот, иерофант, он же папа, он гуру своего рода, и к нему приходит за помощью, за мудрым советом. Может говорить о какой-то сфере недвижимости, о банках, о производстве, какой человек, это может быть промышленник, банкир, финансист, адвокат, врач, не хирург, да, как маг, но просто вот может говорить о враче или о психологе. Конечно же, это тот человек, к которому приходят за помощью. Иногда, иногда эта карта говорит о том, что не нужно слушать тех, кого не надо, да, много кто что вокруг говорит, много кто кричит, иногда слушайте свой внутренний голос, да, вы, конечно, выслушаете совет, но к интуиции прислушайтесь. Очень много, возможно, запрашиваете совета. Иногда говорит о том, что кверент не знает, что делать и идет за покровительством, ему помощь нужна и защита, и поддержка. Иногда нужна помощь, прям прямая помощь, тут надо смотреть конкретно, стоит ли помогать или нет. Иногда нужно просто поддержать, дать рыбаку не рыбову, а удочку, чтобы он сам рыбу выловил. Надо смотреть, что на картах рядом. Говорю о том, что может означать, чтобы вы понимали, что может, в принципе, выпасть. Если говорить об отношениях, может влияние какого-то третьего лица быть в отношениях, потому что вот тут у нас тройственность идет, три персоны. Это может быть в отношениях просто разговоры, положительные они или отрицательные, надо смотреть то, что рядом, но то, что кто-то влияет в отношениях, да, в любовных. Может говорить о повторном браке, может говорить об опыте человека, может говорить о том, что человек пришел за помощью к опытному человеку. Может говорить о благотворительности или о меценатстве. Ну и, естественно, если нужна помощь, и человек запрашивает помощь, и говорит, будет ли помощь, кто-нибудь поможет, скажет, да, помогут. Тут может быть женщина-благотворительница или мужчина. В зависимости от того, да, кто и как запрашивает и что у нас выходит в общем раскладе. В перевернутом значении. Если в прямом значении квирент приходит за помощью, в перевернутом не приходит, приспосабливается как есть. Такой человек-приспособленец, какой-то такой фанатик негативный, потому что уже ничего не нравится, не готов покориться. Если в прямом положении человек готов прислушаться к гуру, то нету гуру в перевернутом положении. Человек не терпит, психует. Происходит, естественно, упадок в бизнесе. Ханжеское отношение такое пренебрежительное, да. Нету этого покровительства и, естественно, нету прилежания. Дипломатические переговоры летят в тар-тарары. И никто не поможет на вопрос, будет ли помощь, будет ли защита. Никто не поможет на вопрос в отношениях. Влияние третьего лица негативное. Однозначно кто-то рядом есть, или третий лишний, или другая женщина. Она может быть как в любовных отношениях, а может быть просто человек знакомый, который высказал свое мнение и человек прислушался к негативному мнению. В какие места, когда вопрос у Кверента, где может это происходить, это такие благородные, скажем так, тихие благородные места. Могут быть храмы, церкви, какие-то места такого сакрального познания. Кстати говоря, музеи тоже места сакрального познания, потому что там все древнее и имеют свою энергетику. Сколько лет этому созданному артефакту. Там тоже достаточно хорошее скопление энергетики в этом плане. Такие здания, скажем так, правительственные. Тот, кто учреждает через бумаги, через документы, тот, кто учреждает законы, потому что это о законности, о том, что все остальные слушались. Такие тоже правительственные здания, как и у нас в императоре, но более высокого ранга. Тот, кто раздает императорам, да, иерафанты раздают императорам. Те указы, и те их дальше транслируют, проецируют. Также могут быть места, такие как книжные издательства, какие-то литературные центры. Там, где много знаний и много книг. У нас и вот тут вот может быть много книг, здания библиотеки. На втором аркане. И то, что если говорить здесь, конечно, об эзотерике, а в иерафанте о правительстве, да, у нас идет. По местам. По советам. Если спрашивают советы, да, совет карт. Слушайте благой разум. Слушайте благоразумные советы. Слушайте тех людей, кто вам покровительствует, потому что нельзя кусать дающую руку. Не плюя в колодец, и спить придется. И в перевернутом значении, конечно, это тоже об этом. Что надо послушаться. Чтобы не было нетерпимости, придется потерпеть. Так, шестой аркан у нас влюбленные. О чем говорит эта карта? В отношениях, естественно, это благоволение в любви. Высшие силы прямо связывают мужчину и женщину. Это, естественно, влюбленности, соглашение. На вопрос, будет ли предложение руки и сердца. Брак будет, да. Длительный союз будет. Какое-то выгодное сотрудничество будет. В отношениях это хорошие контакты. Положительная энергия, которая благоприятствует отношениям. Высшие силы не против соединить. Иногда говорит о том, что будет долгий союз, но без брака. Вот по договоренности. Опять же, смотрим, какие карты рядом. Может говорить о человеке, о творческих способностях, о дизайнере-писателе. Но вопрос, кто влияет, какие люди рядом есть. Это могут быть братья, сестры, коллеги, компаньоны. Может иногда говорить, если квириент мужчины спрашивает про женщину, может говорить о какой-то такой неверности со стороны женщины. Но не обязательно об измене. Это может говорить о том, что женщина неправильно себя ведет. Что-то там сама себе на уме делает. Ну и также для мужчины. Может это говорить о том, что мужчина неправильно себя ведет. Что женщину куда-то понесло. И для женщины тоже. Если квириентка женщины спрашивает, что не так. Мужчина может не туда смотреть. Опять же, если вокруг негативные карты, то смотрим на какое-то неверное такое поведение, отношение, на какой-то нестабильный выбор. В перевернутом значении карта влюбленных у нас. Это помехи, это недостаток опыта, сомнения. Могут быть разногласия в отношениях. Колебания. А никак не примет решение мужчины сделать. Предложение руки и сердца в отношениях. Несовместимость. Здесь в прямом положении совместимость. В перевернутом нет. Противоположное значение. Также карта в прямом положении может говорить о свободном выборе для отношений. Выбираешь ты мужчину, значит выбираю, не выбираешь. Выбираю другого или выбираю что-то другое. В зависимости от того, чего хочет квириент. Хочет ли каких-либо обязательств в точности их выполнения. Или хочет других отношений. Смотря какой запрос у человека вообще. Чего хочет. Будет ли это или нет. Места на вопрос, на запрос. Где происходит, что происходит. Это все, что связано с творчеством, естественно. С какими-то художественными галереями, с домами моды, клубами, заседаниями. Где говорят о творческих моментах, порывах, о муках выбора. Места могут быть вот такие. Совет. Совет карта не только любви, но и карта выбора. Если запрашивают совет, выбирайте. Иногда какое бы решение вы не приняли. Для жизни оно будет правильным. Не всегда правильным для людей. Советы даются тоже не одной картой. Желательно тремя. Минимум три карты на совет. Чтобы смотреть совокупность того, что у нас вышло. Следующий аркан у нас. Седьмой. Это колесница. Колесница говорит о... Об управлении своей жизнью. О каких-то стремительных проектах. Может говорить о дороге. В отношениях может говорить о расстоянии между партнерами, любимыми. О том, что путеводная звезда, в принципе, вам светит. И вы движетесь куда-то. Движетесь в правильном направлении. Сами управляете своей судьбой. Может говорить об успешных поездках. О торговле. Торговле не только вот здесь, да, но и где-то за городом, в другой стране, в другом городе. Ну, если Пентакли рядом какие-то есть, которые говорят о том, что ведется вот так бизнес, ведется торговля. Новости могут прийти издалека. Вопрос, напишет ли, позвонит ли, сообщение придет. Новость придет издалека, значит, да, напишет. Коммуникация будет. О человеке путешественники, профессионале, ну, который вот прям знает, куда идет, куда едет. Если человек не путешественник, то просто этот человек знает, чего он хочет и туда идет. И ему, в принципе, судьба благоволит. Для девушки это какая-то такая туристка, спортсменка, женщина, которая любит и умеет перезагружаться в поездках, да, смена обстановки. И иногда стоит ли ехать, стоит ли переезжать, говорит, да, смена места жительства, смена обстановки. Это всегда движение. Человек в движении или же вот расстояние между людьми, смотря, что рядом опять же лежит, чтобы уточнить этот момент. Перевернутое значение колесницы у нас. Это, конечно же, приостановка или остановка, если прямое значение это движение, перевернутое это остановка, приостановка деятельности, отсрочка. Не надо пока никуда ехать и действовать, пожалуй, нет. Стоит приостановиться, задуматься. В делах и в планах также, в отношениях также. Амбиции не подтвердятся. Путеводная звезда вашим амбициям не будет помогать. Амбиции инкверента. Может быть, небрежность и наивность, и потеря денег из-за этой наивности. Доверяли слишком судьбе, вернее, не доверяли, а были в доверчивости. Доверие и доверчивость разные вещи. И были в таком состоянии, что, а ладно, зажарится, сойдет, вот не сойдет. В этом положении с рук не сойдет, будет потеря. Места. Какие-то могут быть места. Праздничные. Там, где какая-то движуха. Активные какие-то скачки, ралли. Какие-то празднества такие довольно шумные, да, активные, возможно, с передвижением. Туристические поездки. Что на теплоходах, кораблях, что на машинах, поездах. Вокзалы. Туристические агентства. Ну и, в принципе, места прибытия, места отправления, остановки, да, какие-то. Где автобусы, да, едут. Или же непосредственно вот сам поезд. Ну, там, где человек движется, смотря в каком положении. Если в прямом положении, то там, где человек там движется или там, где движуха. В перевернутом положении можно говорить там, о том моменте, где он остановился, да, об установке. Совет. Когда спрашивается, запрашивается совет. Иногда говорит совет, что ждите удачный случай и все представится само собой. Иногда говорит, что берите инициативу в свои руки, двигайтесь и все получится. Зависит тоже от контекста, какие карты рядом. Потому что, если уж светит путеводная звезда, так уж берите. Вот меч в руках держит. Обязательство в свои руки, силу намерения берите в свои руки и двигайтесь в верном направлении, если рядом благоприятные карты. Если неблагоприятные карты, то ждите удачного случая. Восьмой аркан. Это у нас аркан силы. О чем он говорит? Говорит о той женщине, которая мудро сможет распорядиться своей силой. Иногда наша слабость – это наша сила для женщин. Как уговорит рядом сильного мира сего, так у нее все и получится. Для мужчины, как он выдержит, вытерпит, как справится, так и будет в его жизни благополучие. Это, конечно же, карта о бесстрашии, о долге, об уверенности в себе, о терпении, о том, чтобы не сдаваться. Если есть сила, намерение и надо потерпеть, то не сдаваться, сдаваться нельзя. Нужно проявлять твердость характера, лояльность, опять же, терпение может быть и для мужчины, и для женщины. Тут о стабильности, о физической силе. Иногда о физической силе, особенно если рядом жезлы стоят, это говорит о том, что надо прямо проявить эту физическую силу. Сможете ли вы справиться? На вопрос, сможете ли вы справиться, скажут, да, сможете. Через терпение, через силу намерения, через лояльность, через обоснованность, иногда через самоотверженность. Не каждый готов засунуть голову в пасть льва. Знак бесконечности над головой у женщины говорит о том, что к этому все равно мы будем прибегать. Это будет всегда. Особенно если хотите добиться целей, что в любви, что в работе, что в отношениях. Это терпение, оно может быть бесконечным, да, что вам тут терпите, ждите и все будет. Благополучие сразу бывает, не приходит. Не каждому оно в руки с небес сваливается. Кому-то надо проявить все-таки терпение и самоотверженность. И, конечно же, быть в моральной устойчивости. Потому что тут вам надо держать, да, пасть льва, засовывать голову. Это, опять же, о том терпении, которое вам поможет развиваться. И принятие, ну, как есть, да. Ну, что ж теперь, какая ситуация есть, такую принимаем. Значит, так надо. Высшие силы дают такое испытание на терпение, на приверженность к вашим целям. Если для женщины это смелая женщина, которая ничего не боится, отважная. Для мужчины, ну, опять же, человек, который у нас все выдерживает и все принимает. И не сопротивляется. Не должно быть сопротивления тут ни у кого. Будет сопротивляться лев, будет плохо. Будет сопротивляться женщина, она никогда не сможет выйти из зоны комфорта и достичь каких-то своих результатов. Но в мягкости, да, через мягкость. Женщина, которая идет через свою слабость, потому что это ее сила, через мягкость. И о том, кто это, да, в профессии это может быть женщина или мужчина, защитники прав человека. Потому что там довольно-таки много юридических проволочек, и надо иметь терпение, и надо уметь договариваться с высшими силами, да, с людьми, кто выше вас. Особенно адвокатам, да, приходится засовывать голову в пасть льва, суды, да, и там нужно и терпение, и много бумажек, и приверженность, чтобы довести дело до конца. Потому что это та еще волокита, бумажная и денежная тоже. На вопрос, справитесь ли вы с этим через терпение, да, справитесь. Коверент справится в перевернутом значении. Давайте посмотрим. Естественно, если прямое значение – это смелость, сила, терпение, перевернута – это трусость. Это, возможно, вас запугали, особенно в судах, да, в каких-то проволочках. Или вы сами себя запугали какими-то старыми стереотипами. Злоупотребление может быть вами, вашими ресурсами, или вы злоупотребили, и лишка, и вам надо уйти в отдавание, да, в советах. Уйдите, отдайте, не стойте на пути. Или вы неправы, или на вас вот так вот наезжают. Может также говорить о неправильных путях, о неправильных получениях доходов, о лжи, о юридических аспектах, о неправильных достижениях, да, через деньги, через взятки. В этом запросе через взятки будет негативное воздействие, да, не решится все в вашу сторону, если у кого-то денег больше, вас смогут победить в этом плане. Через какие-то теневые доходы, да, и вообще о тени, да, если здесь свет, светлая сила, то там уже такая теневая сила и нетерпение. Места. Так как здесь лев, да, все-таки олицетворение животного мира, это могут быть цирки, могут быть тропические страны, о местах. Иногда это какие-то театры, где, скажем так, идет постановка олицетворения через животный мир. В принципе, тут такая в силе благоприятная карта. Карта благоприятная, но она, скажем так, назовем больше ее дополнительной, нежели основной в отношениях, потому что она такая о терпении, о лояльности, о таких моментах, которые напрямую не говорят. Эта карта поддерживающая. Эта карта напрямую вам не скажет, к ней нужны дополнительные карты или она дополняет. Отшельник. Что можно сказать про этого человека? Человек смотрит на фонарь и то, что идет из сердца у этого человека, туда он и идет. Конечно же, в отношениях не всегда это хорошо. Человек может уходить от отношений и не всегда они ему нужны. И сердце его тянет в другое место, нежели в отношениях. И такое бывает. Это избегание разговоров, избегание ответственности, убегание от этой ответственности. Но это также о проницательности. Смотреть надо, кто запрашивает, или квирент, или квирентка. Или квирентка запрашивает на своего мужчину. Если говорить об отшельнике, то это может быть и о безответственности. Если человек спрашивает для себя, квирент спрашивает для себя, это, конечно же, о проницательности. О разборчивости, о том, что вокруг темень. И только ты знаешь, куда идти, потому что тебе путь освещает твоя звезда, которую человек поймал, и ведет его. И он ее держит вокруг темно, и только через его сердце, через этот путь человек развивается и продвигается. Может говорить о застое, конечно же, в отношениях. И в отношениях еще бывает, говорит о том, что люди сами так навершили свою судьбу, что сами себе устроили проблемы в жизни. А в целом, конечно же, карта такая о разборчивости, о благоразумии. Опять же, рядом с силой, вот тут терпение, и здесь терпение, ожидание. Может говорить об отдаленности в отношениях. Опять же, связано это с безответственностью. У каких-то древних традициях могут влиять древние традиции, которые на бессознательном уровне влияют на человека, влияют на отношения. Особенно, когда разных религиозных традиций придерживаются люди в отношениях, то может быть несовместимость в этом плане. Один христианин, другой исламского вероисповедания человек, могут быть нелады в этом плане. Для человека, для персоны, да, что это значит человек-политик, человек сильный мира сего, потому что он один идет там в темноте, да, союзники какие-то есть. Но сам по себе человек один. Если о том, на какой длительный срок, да, запрос на длительный срок ли, да, длительный тут срок, длительный союз. То есть, если говорится о том, как долго будет, будет долго, довольно длительно. Какая деятельность? Это может быть какая-то гуманитарная помощь и какие-то женские союзы, потому что они такие добросердечные. Женские встречи. Перевернутая карта. Мало того, что отшельник куда-то уходит в безответственность, так еще и в перевернутой карте он может уходить в отложенные решения. Затягивание сроков, промедление. Будет какое-то вот промедление в плане договоров, в плане того, что как надо сделать. Промедление такое затягивающее. Если рядом Пентаклик говорит о жадности, о недоверии. Так как человек-отшельник, тут один может говорить о одиночестве. Если в прямом положении это длительный союз, может быть, хоть и человек иногда уходит в безответственность. Или нет принятия решения какого-то. Человек встал и стоит. То в перевернутом положении это недоверчивость, одиночество. Бывает вдовство. Иногда все, вот тут человек вдовец в перевернутом положении. И находится в апатии, в такой депрессии. Отшельник, он сам по себе может в депрессии находиться. А в перевернутом отношении, плюс, если еще идет говревание, апатия. Но тут уже надо смотреть по картам, разговаривать с квирентом. Возможно, задавать дополнительные вопросы. Это может быть такая вот депрессивная апатия. Какие это могут быть места? На вопрос, где? Какое место? Это где-то подальше от людей. Дом на Атшибе. Место на Атшибе. Окраина. Возможно, дома отдыха где-то подальше, где можно в одиночестве побыть, отдохнуть. То есть медитация горы и поля. Ну, в принципе, это вообще незаселенные места. Иногда какие-то такие галереи, малопосещаемые. Иногда говорит о том, что где-то это баня. Да, какая-то баня. Потому что баня всегда стояла тоже где-то вот подальше от дома. Тут баня, тут туалет, да, где-то там подальше. Но это тоже место отдыха. Что баня, что санаторий какой-то. Может быть, где-то речка. Ну, какое-то место отдыха, где человек отдыхает. Горы. Море нет. Если только там оно неспокойное, да, надо смотреть по морю. Не всегда указывает на том, что рядом море. Ну, вот горы, места уединения, да. Смотря какое море. Сейчас море у нас, это не место уединения. Какой совет? В одиночестве подумать вам, никого не слушая, принимая решение только исходя из глубины своего сердца. Потому что вот оно, сердечко, которое вам освещает путь. Это для кверента сообщение такое, да. Исходя из сердца, в одиночестве. Подумать, поразмыслить. Подумать, поразмыслить. Какаямента. Подумать… Пометли.